Чувствуете, как важно быть сильным везде и всегда, внутри себя? Или, допустим, муж уходит из дома. Так периоды такие судьбы бывают, уходит близкий человек, уходит. Что надо делать? Есть две категории психологов. Они говорят, надо ему сказать, уходи. Он скажет, спасибо, я благодарен. Уходит. Другие говорят, не уходи. Он скажет, видишь, я лучше, ты хуже, я ухожу. Что делать? Снаружи ничего, только внутри. Вот в этот момент человек понимать начинает, что у него все в жизни, когда рушится, он тогда начинает понимать, что действие все надо совершать только в сердце. Главное действие. Главное действие совершается только в сердце. Дальше. У вас рушится бизнес, ваша деятельность. Вот рушится все. Есть два варианта, как может быть. Первый вариант. Вы знаете, что делать. Это значит, что у вас здесь есть сила. Второй вариант. Вы не знаете, что делать. Это значит, что вот эта энергия времени, которая нас рушит постоянно каждый день, и которую мы путаем с самим собой. Вот, допустим, мне сегодня плохо. Это я или время? Вот если ты поймешь, что это время, то ты восстанешь. А если ты посчитаешь, что это я, значит, тогда будешь мучиться. Понимаете, это я или время? Вот, что надо всегда делать. А всегда тебя будет ломать. Тебе плохо стал? Это он виноват. Три стадии победы над судьбой. Три стадии. Первая стадия. Он виноват. Время что делает? Бьет в сердце. Бабам! И у меня бизнес летит. Вот из-за кого? Это первая стадия. Это если ты остаешься на этой платформе, вот из-за кого? Все, у тебя все разрушится. Это значит, ты неудачник. Неудачники это кто? Это тот, кто не может перевести первую стадию в третью. Не хватает сил. Надо перевести первую стадию в третью. Что надо делать? Нужна внутренняя жизнь, внутренняя сила. И ты постепенно начинаешь понимать, это не он виноват, этот человек. Это моя судьба виноват. Это вторая стадия. Когда ты чувствуешь, реально чувствуешь, не он виноват, я на него не злюсь, меня не трясет от этого человека, не колбасит, который рушит мне бизнес на самом деле. Он меня вообще собрается посадить еще, не только бизнес разрушит. Допустим, да? Не он виноват, а судьба виновата. Это мне легче, спокойнее становится все. Вторая стадия. И третья стадия удивительная. Человек думает, так это я во всем виноват. Я не знаю, что я там плохого в прошлом сделал, но вот сейчас так судьба действует на меня, потому что так положено мне. И в этот момент, когда человек так понял, ему легче становится сразу, несмотря на то, что все происходит. И когда он это все понял, знаете, что дальше происходит? Он меняет свое отношение к тому, кто является судьбоносцем, кто его мучает. И это победа над судьбой после трех шагов вот этих к себе. Это значит принять судьбу. Вот на третьем шаге ты принимаешь судьбу. Дальше опять три шага до победы. Всего три. И все можно изменить, что хочешь в этом мире. Первый шаг. В результате внутренней жизни, то есть что такое внутренняя жизнь? Я концентрируюсь на том, что дает силу. Или память о Боге, или звук. Если у тебя нет памяти о Боге, у тебя память о проблеме только в сердце, значит остается только звук. Ты включаешь голос того, кто молится, и вместе с ним начинаешь молиться. В этот момент постепенно у тебя в сердце становится хорошо. Раз и расслабило. Первая стадия прошла. Вторая стадия. Она делится на несколько этапов. Первый этап. Ты начинаешь хорошо думать об этом человеке. Вторая стадия. Три круга жизни. Первый круг внутри сердца. Второй круг между нами. Третий внутри него. А внутри него это означает чудо. Мне стало легче. Дальше. Я продолжаю концентрироваться на звук, молюсь. Мне стало легче о нем думать, об этом человеке. Вторая стадия. Я могу спокойно, не разрушая себя, с ним поговорить. Третья стадия. Он начинает резонировать тоже хорошо ко мне. И начинает со мной разговаривать нормально, хотя неизвестно, как он обо мне думает. И третья стадия. У него меняется восприятие меня, и он меняет свое решение. Представляете, это третья стадия. Все события в этом мире происходят только через людей. Ну или через животных. Допустим, тигр меня решил съесть. Знаете, как святых людей проверяли в древности? Ну если сильно надо. Не то, что всех так проверяли. В яму с тигром. Он не ест святого человека. Почему-то святой человек сразу проходит три стадии. Он так смотрит на тигра, у тигра пропадает интерес. Он мотивируется. Понимаете, есть всего две мотивации в этом мире. Одна мотивация страхом. И страх означает голод. Тигр видит просто кусок мяса. Эта мотивация грубая очень. И он ест человека, потому что он видит мясо. Он человека не видит. Но если человек обладает такой силой, он смотрит на этого тигра. Тигр начинает видеть счастье от этого человека, а не голод. И у него успокаивается голод, естественно, потому что когда человек становится счастлив, он, естественно, не хочет кушать уже. Ему все и так хорошо. То же самое тигр. Представляете? И тигр смотрит на святого, подходит к нему и вот так. Как кошка, да? Начинает вот... Это исторические факты. Это летописи рассказывают, что такие вещи происходят. Вот три стадии проходят, и внутри тигра даже, который тебя хочет сожрать, меняется восприятие. Что уж говорить о людях. Запомнили три стадии. Олег Геннадьевич, вот когда стадии эти проходишь, вот в моей жизни так было. Вначале я винила людей. Ух ты, она анализ дает сейчас. Супер. Я винила людей. У меня было на работе так, мне казалось, что все виноваты, что они ко мне плохо относятся, еще что-то. Что дальше вы делаете? Дома у меня было так же. Я считала, что во всем виноваты или родственники, или мой муж. Что вы делали? Слава Богу, у меня подруга, вот она открыла для меня этот мир. Я слушала лекции ваши, потом нарушая, часатие. Работала над собой. И потом я... У меня так получалось, я начала вдруг откуда-то появляться такие вещи, облака такие волшебные, такая роса такая красивая. А что сейчас, как вы думаете, муж виноват на работе? Нет. А как? У меня самый лучший муж. Как оказалось, это был самый большой подарок моей судьбы, который вообще Бог мог мне дать. Что, прям он так изменился, что ли? Сиять начал? Что произошло-то? Так интересно, такое ощущение, он вообще не изменился. Ну, вроде бы такой же остался. Ну, то есть он под действием... Слушайте внимательно. Он вроде бы под действием такой же. Ну, то есть он так же ходит на работу, так же дома. Все то же самое. Вроде бы так ничего не делать. Я вижу вашего мужа, сейчас могу добавить. Ну, он самый классный. Он ленивый такой, да, немножко задолбал ленью своей? Ну, это я его таким сделала, вы понимаете? Смотрите, смотрите, видите, что она говорит? Видите, что она говорит? Просто я не была к нему снисходительна. Это ей надо лекции читать, она мудрец, понимаете? Я не была к нему снисходительна. Я не видела в нем того, что он просто молчал и любил меня. И никогда меня ни к чему не принуждал. Это правда. Понимаете? И на работе у меня была очень проблема с директором. То есть мне всегда казалось, что она вечно делает все неправильно и требует. Я-то знаю, как надо правильно, потому что я эти правила изучаю, а она как бы, ну, начинает. И директор как теперь? А сейчас у меня директор, когда я уволилась, но я уволилась не потому, что они плохие, а потому что мне… Потому что я хорошая, да? Нет, не потому что я хорошая, а потому что мне нужно было время еще поехать поучиться. Я ездила под руки. Но вы не победили там судьбу, если бы вы остались, и директор стал хорошим. Она очень хорошая. Я когда увольнялась, она, знаете, мне что сказала? Лаурочка, ну, может быть, ты останешься, давай мы тебе предложим вместо помощника, бухгалтера. А хочешь, мы тебе поможем взять кредит и открыть… Вы сейчас где-то работаете, нет? Я сейчас пока не работаю по одной простой причине, что вот у меня как раз-таки этот вопрос. Мне такое ощущение, что я стала социальной. То есть я готова идти на любую работу. Пошла вот в официантки, я готова. Или могу пойти продавцом. Потом я еще девочкам говорю, может быть, я приду, к вам полы помою. Ну, организатор. Не в кайф, да? Хочется просто молитвы и спокойно. И у меня такое ощущение… Понимаете, Олег Геннадьевич? Чувствуете, куда занесло, куда человек понесло. Смотрите, Олег Геннадьевич, у меня еще такое ощущение, что я даже боюсь общаться с подругами, потому что мне кажется, либо я их сейчас оскорблю… Они грязные, нечистые, а вы такая чистая. Нет, нет, Олег Геннадьевич, нет. А что? У меня такое ощущение, что я словом или делом могу их оскорбить или принести какой-то вред. А еще это я боюсь, что я сейчас карму себе там сделаю, еще что-то. Я боюсь жить. Давайте микрофончик назад. Я не знаю, что делать. Захват микрофона произошел. И у меня нету профессии, я не знаю, кем мне работать. Все, она лектор по природе, видите? Вы увидели, да, природу человека? Она читать лекцию начала вам. Она по природе преподаватель, лектор. Вот поэтому она начала читать лекцию. Ответ такой. Это испытание человека. Когда человек увидел чистоту этого мира, он с этим миром не хочет больше иметь никаких дел. Это испытание, новые испытания. Его надо пройти. Как его пройти? Нужно вытерпеть этот мир. Потому что, вот смотрите, между тем, вот смотрите, меня оскверняет этот мир, он тяжелый. Но я этого не знаю. И я думаю, что этот мир хороший. У меня, наверное, что-то не так внутри. Хорошо. Изменило внутри все и увидело, что точно этот мир тяжелый. Ну точно, сто процентов. Что дальше? Бежать от этого мира. Почему бежать? Потому что это легче всего. Но человеческая жизнь предназначена для другого. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой, солнце. А вот у вас нет такого слова, никаких гвоздей. Понимаете? Вы не хотите светить, вы хотите быть счастливой. Какое-то время можете так пожить. Но эта жизнь приведет вас к деградации. А? Уже плохо? Идите делать добрые дела. Приходите назад и говорите, мой дорогой директор, я вернулась. А? Возвращайся и оставайся. Возвращайся холодным утром. Возвращайся, мне очень трудно. Возвращайся и оставайся. Возвращайся. На работу. Все, мы с вами все решили. Итак, видите, я хотел про стадию узнать. Потому что человек, он на какой стадии находится, так описывает мир. Вот, допустим, вчера девушка рассказывала, парень рассказывал, какая девушка, у нее неправильная, у нее неправильная. Это как раз означает первая стадия, приближение к судьбе еще. Понимаете? И вот эти все шесть стадий человек должен пройти для победы. Или человек говорит, Олег Геннадь, я что-то не пойму, у меня в сердце уже все классно. Мне как бы кажется, что муж должен вернуться, а он что-то даже не думает возвращаться. Я ему позвонил, он говорит, да, я к тебе хорошо начал относиться, это факт, но назад возвращаться не буду. На какой стадии находится? На второй стадии уже победы над судьбой. То есть у нее же диалог с мужем, она мне рассказывает, Олег Геннадьевич, представляете, я раньше его слышать не могла, а сейчас он меня предал, он меня бросил, он оставил нас двумя детьми. То есть реальные вещи я вам рассказываю. У меня нет работы, я не знаю, где деньги брать, понимаете. Я сейчас с ним разговариваю, с мужем, и у меня нормально внутри. Я его понимаю, почему он меня бросил. У меня вот такой характер, со мной вообще никто не проживет. Я его понимаю, поэтому вот все нормально, я к нему хорошо отношусь, все. На какая стадия? Осталось сделать еще один шаг этой женщине. Еще один шаг. Не то, что на этом надо остановиться, все уже хорошо, он пусть шанс живет своей жизнью, я своей. Нет. Еще один шаг. Еще чуть-чуть молитвы, и его потянуло. Еще чуть-чуть молитвы, он меняет мышление. Еще чуть-чуть молитвы, он ищет повод вернуться. Еще чуть-чуть молитвы, и он возвращается. Все. Мужика найти себе не могу, и считаю виноватым родителей. Они развелись гады, и у меня поэтому такая жизнь. Какая стадия? Первое приближение к себе, да? Второе приближение к себе. Родители не виноваты, просто я им такая по судьбе досталась, у меня такая судьба, и у них такая судьба. Поэтому они у меня одинокие, и я у них одинокая. Какая стадия? Второе приближение к победе над собой. Дальше она говорит, Олег Геннадьевич, я кое-что поняла. Говорит, я не одинокая, Олег Геннадьевич, я не одинокая. Просто у меня есть объем работы определенный, после которого я буду уже счастливой. Это моя судьба, просто мой объем работы, я должна трудиться, вот и все, я буду счастливой, и все, 100%. Это значит, что произошло? Принятие судьбы. Она приняла свой крест. Помните, Иисус Христос сначала в этом оливковом саду, он плакал всю ночь, говорил, Господи, освободи меня от ноша этой. А потом он что делал? Сам согласился, ему дали выбор, говорит, два варианта. можешь жить дальше или идешь на крест. И он говорит, я иду на крест. Потому что Бог так хотел. Это не наш вариант. Не наш вариант. Не беспокойтесь. Это слишком высокий уровень развития человека. Обычно Бог дает то, что человеку хорошо, а не то, что ему совсем уж тяжело. Бог дает развитым людям испытания как награду, обычным людям награду как испытания. Вот если вы хотите, вы обычные люди, сделайте все правильно, вам Бог даст награду, но это будет тоже испытание. Понимаете? А сильным людям Бог дает испытания как награду. Субтитры создавал DimaTorzok